Друзья мои, всем огромный привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал, я рада, что вы от меня не отписались, потому что в последних видео было достаточно много комментариев, что пора отписываться, что канал уже не швейный, и в общем-то типа музыкальные видео людям не заходят, но я считаю, что если вы не хотите их смотреть, вы можете просто их не открывать. Кто на меня был подписан, ну и сейчас остается подписан на запрещенные соцсети, кто подписан в ВКонтакте, знает, что я сейчас сама крайне редко что-то записываю, наверное, уже целый год я не записывала именно мастер-классы по пошиву, потому что у нас сейчас этим занимается Ульяна и еще нам помогала Марина. У меня просто не хватает времени, чтобы садиться, записывать это видео, потому что очень много другой работы, конструирование, подготовка выкройка к выходу, в общем-то если буду сейчас все перечислять, то видео получится очень длинным. Я для чего к вам сюда пришла сегодня. У меня здесь огромное количество посылок с тканями для осенних выкроек, так скажем, для осенней коллекции наших выкроек. И тут, конечно, не все. Буквально сегодня утром я увезла пару посылок уже в студию. Девочки уже вовсю краят, шьют. Но дома осталось много тканей, и я решила, почему вам не сделать распаковку, как это было раньше. Раньше распаковки вы очень любили. Было очень много отклика на такие видео, и сейчас вместе с вами будем распаковывать, но буду делать это в кадре вместе с вами. В общем-то, не как раньше, когда у нас фокус только на ткань. Я надеюсь, не соскучились, и сегодня в кадре меня будет очень много. Начну с этой посылки. Не знаю, попробую здесь как-то все это разложить. Это мой первый опыт заказа оптом именно в таком магазине, который занимается только оптовой продажей тканей. Дело в том, что обычно у них продажа от 6 метров. Это магазин, по-моему, стартекс. Если я неправильно назвала, я вот здесь переписочку где-то на экране сделаю, когда буду монтировать, по-моему, магазин стартекс. В этом магазине на самом деле опт от 6 метров. Но акция летом у них до 20 какого-то августа можно было покупать от 3 метров. Поэтому я взяла все отрезы по 3 метра, кроме вот этой вискозной подкладки. На самом деле это ткань на пробу. Она не очень дорогая. это пальтовая ткань, такая елочка. Конечно, состав у нее полиэстер, но это будет на пробу, на макет пальто, так скажем, потому что сложно сделать посадку из макетной ткани. Зачастую мы шьем из бязи, но если у нас прям есть какие-то вопросы по посадке, то есть если мы не видим какова будет посадка из макетной ткани, то есть мы не понимаем, как это потом сядет вот эта ткань, не буду говорить цену, потому что цены разные, то есть от 6 метров одна цена, от 20, допустим, одна, от рулонов еще дешевле. Ткань достаточно легкая, тонкая. Не знаю, как вам развернуть. Почему именно на макет? Ну, потому что это чистый полиэстер, и по опыту своему и пошива и покупных вещей, если чистый полиэстер, ткань в носке, к сожалению, скатывается. Именно об этом отрезе судить пока сложно, так как мы не шили, в общем-то, сошьем, попробуем как-то его потереть или не знаю, в общем, проверить, на то будет пилинговаться или не будет. Вот. Три метра вот такой пальтовой ткани. Дальше. Сейчас мы так, сюда пока буду откладывать. Дальше. Два отреза джинсовой ткани. Мы сделали уже одну выкройку джинс. Если фотографии от фотографа успеют прийти на момент выхода этого видео, то я где-то вот здесь, тут, 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 не знаю, где-то тут вставлю обязательно фотографию. Обычные прямые джинсы мы сделали и сейчас у меня в задумке еще несколько моделей, они уже в разработке, то есть разные, может быть, широкие джинсы, я безумно люблю широкие джинсы, прямо клеш от бедра, хотя муж меня ненавидит эту модель, но у меня очень много таких джинс, почему бы не сделать? Многие мне сказали, типа мы джинсы шить не будем, это сложно и так далее, но на самом деле джинсы шьются очень просто, поэтому два отреза джинсовой ткани, вот это прям моя любовь, не знаю, как сейчас камера передаст, вот этот цвет, вот такой красивый зеленый, изумруд или не изумруд, я цвет не помню, вот, на фото, вот где-то тут будет фото, у нас джинсы шиты из облегченного денима, там, по-моему, плотность грамм 300, здесь плотность уже, по-моему, 360 грамм, они плотнее, я прям чувствую разницу, вот эта джинса, конечно, идет поплотнее и так сильно не тянется, хотя визуально очень похоже, но это тоже не плотный джинс, вот, знаете, вот такие джинсы дубовые, хлопковые, в магазинах продаются, здесь, конечно, ткань потоньше, в общем-то, из нее хочу тоже прямые джинсы, такие широкие трубы, зеленый цвет в этом году моя любовь, зеленый и розовый, типа цвет фуксия, в общем, я прям без них этим летом обойтись не могу, у меня процентов 50 гардероба вообще зеленого цвета, все, ткань не сильно плотная, она с эластаном, то есть она немножко тянется, но прям не сильно-сильно, но немножечко такое растяжение есть, в составе здесь, по-моему, хлопок, вискоза и эластан, подойдет классно на джинсы, на брюки, на какие-то жакеты, рубашки, мне кажется, такие вот джинсовки, рубашки именно, и вот такой красивый отрез, мне кажется, мне этот цвет очень идет, в общем, будем шить, будут из этой ткани джинсы и будет вверх, пока не скажу какой, пусть останется такой маленький секретик, и вот такой отрез еще один, джинса темно-синего цвета, здесь уже хлопок чистый, без эластана, уже более плотный джинс, но бывает, конечно, и плотнее, но этот прям такой хороший, плотный, тоже на джинсы, несмотря на то, что в платьях я выгляжу намного женственней, я сама это знаю, но в жизни я почему-то больше ношу джинсы и брюки. Дальше, подкладка, вроде вискозная, вот честно, я столько всего на заказывал, что я даже не помню, обычная подкладка, подкладочная ткань, вискозная, здесь ее 5 метров, на верхнюю одежду, не знаю, вот к этой ткани я ничего больше не подобрала, мне показалось, что ну вот это более-менее будет нормально и к бежевой ткани может быть тоже нормально внутри будет. Так, обычно подкладка и подкладка. Дальше у нас вот такой отрез, ну называется это мех, барашек, как-то так, если честно, блин, по фотографиям вообще выглядит все не так. За это я перестала любить онлайн-магазины, потому что я не понимаю, что мне продадут. Очень похоже на мех шерпа на трикотажной основе, то есть тянется вообще во все стороны, как сопля. Нет, вот в эту сторону еще не так, а так тянется прям. Вот. Вот такой мех. В общем-то, я думала, что он будет немножко не такой, потому что на фотографиях, если у вас будет желание, зайдите на стартекс, то есть фото, сделанное очень близко, в планах было сделать типа куртки, пальто, шубы, такое три в одном, где комбинируется вот такая вот ткань, имитация меха и комбинируется это с курточной тканью. И у нас даже уже есть задумка, но не было ткани, чтобы уже сшить готовый. В общем, либо придется искать другой уже мех, либо пробовать из этого, но этот мягковат. Конечно, это все будет с утеплителем, и может быть, это будет и неплохо, но в данный момент мне это напоминает полотенце ванное. Не знаю, почему, но вот как будто махровое полотенце. Так, что здесь у нас дальше? Немножко вам буду шебаршать, снова розовый цвет. Да, это, конечно, не фуксия или фуксия. Вот. Это вот такой футер с начесиком. С начесом, не с начесиком. Обычно футер трехнитка начес. Кашкарсефтон. На костюм хочу себе костюм. На осень на зиму не знаю, пока зимой я редко ношу такие костюмы. В общем-то, думаю, что на осень костюм, брюки и верх не могу пока решить. Сейчас у нас в разработке новая толстовка на молнии, которую мы делаем с весны. Возможно, это будет она, хотя на толстовку новую, уже другой у меня был трикотаж. но так как делаем ее долго, я уже пятьсот раз передумала. Хочу из этого цвета, хочу из другого. На следующий день проснуть хочу вообще из другого. В общем-то, у меня лежит цвет бенетон начес на работе, бежевый начес лежит на работе и теперь вот такой розовый еще лежит и буду думать, решать, из чего будет в итоге мой костюм. Вряд ли я буду шить себе два костюма, потому что в последнее время как-то я очень мало стала носить начес, больше стала любить разные свитеры, какие-то лонгсливы, в общем, не знаю, переросла я эти худи. Я ушла опять от темы, вернемся к начесу, такой классный начес. Футер этот из магазина Мами Мо Фабрик. В общем, это клетка, на пальто. У нас есть выкройка куртки-рубашки короткая, ну, то есть до середины бедра, а я хочу длинную, прям такую оверсайз, ну, я не могу, я люблю оверсайзные вещи, я считаю, что мне они идут. Вот такие дела, вот такой отрез. Из ткани этой можно, конечно, сшить и просто рубашку, будет теплая рубашка. Она такая гладенькая с изнанки, а с лица у нее такой маленький микроворс. В общем, она очень классная. Не знаю, вот так вот вам покажу. Вот такую клетку. У девчонок в магазине прям выбор большой. Клетка разная, разных цветов, оттенков. я все прикладывала к себе и мы прям таким коллективным разумом решили, что мне вот этот цвет выходит больше. Здесь получается бежевый, фиолетовый и такой молочный какой-то оттенок. Это будет длинная пальто-рубашка, прям будет до середины голени. Примерно вот так. Такая будет свободная, чтобы можно было ее накинуть на худи или на толстый теплый свитер. Прям я жду, когда мы уже будем это шить. Мне надо ткань подготовить. Думаю, наверное, постираю ее в машинке, попробую. Сначала отрежу маленький кусочек, проверю на предмет усадки, так скажем, а потом уже, наверное, все-таки постраю весь отрез. Вот это моя любовь. Я ее увидела, когда еще в группе у девочек на фотографиях и на видео. Я прям была влюблена. Сейчас будет реклама другого производителя выкроек. Шутка, конечно. В общем, сейчас вам покажу ткань на жакет. Почему я сказала про другого производителя выкроек? Потому что вот такой бренд у Вики Соус. Есть еще магазин тканей. Что мне там понравилось? У них есть такие наборы по считан примерно расход на жакет, на платье. И я очень долго искала ткань вот такого цвета. Розовый! Ха-ха-ха! Снова розовый. В общем, я искала очень долго ткань на жакет именно розового цвета. Да? У меня есть покупной жакет, скажу честно, вот он. Я его заказывала на Алиэкспресс. Потому что мне понравился цвет. Насыщен розовый. с моими туфлями розового цвета идеально. Вот прям любовь, фан-лав. И не могла нигде найти. То есть там чистый полиэстер. Там ценник за весь жакет наверное две с половиной тысячи. Готовый жакет. Но пошив, короче говоря, я не буду вам подробно рассказывать, шито плохо. Ровно такой наборчик подплечники. Там можно было кстати взять их больше. вот я взяла две, посмотреть какие здесь будут. И я взяла одну пуговицу в наборе. Ну как бы единица стоит. Идеальная пуговица. Идеально по цвету пуговицы. и она у меня одна. Я конечно сразу написала в техподдержку. Я знала, что мне там сразу не ответят, потому что я знаю, что Вики Соус отвечает долго. Как бы там очень загружены менеджеры сообщений. Много я так понимаю. И мне ответили после того, когда мне уже посылку отправили. Кстати отправили мне на следующий день. Я прям в таком шоке была. То есть в личном кабинете можно было отследить сразу статус принят, оплачен, в нарезке отправлен. Это все в течение полсуток. То есть я допустим после беда заказала, а с утра у меня все уже посылка отправлено. В общем-то всем будет магазином такой сервис. Я просто в шоке. В общем в этом плане молодцы. Выкройками я не пользовалась никогда. Честно скажу, я никогда не шила по выкройкам Вики. Но мимо этого отреза тканей я пройти конечно не могла. Ну вообще ну-ка приятный. Вообще я сейчас открыла при вас посылку распаковала. Я прям вспоминаю жакет с алиэкспресс там такая синтетика просто ужас. Ну смотрится он конечно классно. Там дешевая подкладка там криво пришиты подплечники там все криво но в целом когда я его более-менее привела в порядок он даже ничего и те кто не шьют сами они конечно вряд ли поймут что там что-то не так. Кстати у нас будет три жакета пока короткий один в комплекте вот с этой юбкой вот с этой юбкой это прям моя любовь потеряла ножницы ага вот еще одна посылка встать здесь тоже ткань на жакет еще на один это магазин бери шей у них есть сайт у них есть инстаграм не розовый красный красная ткань костюмка тоже по-моему костюмная шерсть что-то мне упало вот красная костюмка и опять розовая подкладка потому что к сожалению не было в магазине подходящий может быть может быть ко времени пошива я найду другую подкладку но вот пока вот такая мне прям захотелось красный жакет вот бывает возможно к тому времени когда мы дойдем до этой модели я могу передумать и сшить из другого но пока вот вот так эта ткань более плотная нет по плотности кстати очень похоже чуть-чуть плотнее просто у них разная фактура так значит вискоза сейчас я вам вот так вот поближе вот такая вот красная костюмка но цвет в реальности вообще не такой как на видео может быть подальше лучше смотрите вместе они кстати неплохо сочетаются вместе да два этих отреза прикольно смотрится на красный жакет надвобортный вот такие две пуговки подкладочка вискозная розовая чевые накладки это из магазина вереешь это из магазина вики сол разная по форме по форме одинаковые примерно но тут вот вставочка поролон здесь какой-то ватин у вики взяла один комплект в береше взяла два комплекта на короткий жакет к юбочке которую ранее показывала и на красный жакет отрез леопардовый принт классный платье будет платье какая-то плательная ткань на которой я не помню название но она более плотная чем штабель штабель он такой сопливый тонкий а это прям такая красивая плотная будет платьишко на осень и еще одна посылка осталась а нет нет еще один отрез из мамима фабрик это лен с вискозой обычный лен он такой грубый плотный таким колом стоит немножечко есть такой есть согласитесь а это лен с вискозой он вот такой вот прямо легкий струящийся он такой мягкий кайфовый он так драпируется смотрите была у нас задумка рубашка мы ее шили из макетной бязи бязь такая мягкая такая на морлевку похожа такая прям легкая легкая мягкая но мы шили этого изделия из хлопка вот из такого хлопка у меня был отрез хлопка с вышивкой фея эмбро сегодня я сделала рекламу всем бесплатную вот такой отрез у меня лежал рубашка на самом деле классная сбоку тут разрезики длинный рукав закрывает локоть смотрится в макетной ткани потрясно и в этом хлопке очень плохо сегодня на фотосессии фотосессии сказала Лена выбрось в помойку чтобы я этого не видела я сама я когда одела честно я одела только перед тем как я ходила фотосессию я ее накинула я понимаю что это вообще ужас макет же классно сидел классно у меня сразу конечно сомнения такие что блин что-то не то вот эта ткань напоминает медицинскую форму она грубая она не нет легкости никакой рубашка задумана легкой легкой такой прям воздушной я люблю рубашки носить поверх топов вот таких на какую-то майку как второе слой одежды как одел и на на распашку не застегиваю никогда крайне редко застегиваю рубашки любые это должна была быть тоже такой легкой воздушной легкости у нее нет ноль легкости ноль стиля ноль всего за счет ткани грубо очень грубо смотрится просто этот отрез лежал у нас с прошлой весны и я подумала такая классная кошка хотя мне фотограф всква лена это ужасная кошка короче не сошлось и таких у нас кстати много изделий которые в итоге после пошива мне не нравились я их в итоге замораживала и таких много не хочу выпускать то что мне не нравится да это можно было как-то отснять красиво придумать что-то показать но нет у меня любви к этому изделию поэтому оно будет шиться это изделие эта рубашка вот из этого льна к ней еще нужны шорты но мы думали так как сейчас как бы осень на носу какие шорты да поэтому мы отложили эту рубашку точнее я я еще не сказала ни конструктору никому что мы ее не будем выпускать курточные ткани такие мы уже брали много раз мирослава фабрик или просто мирослава мирослава так не знаю как вам показать сейчас блин мне телефон что ли все нет что-то еще пишет вроде так это курточная курточная ткань шоколад цвет матовая как я буду все это потом заворачивать обратно такой метраж большой вот такая бежевая больше песочная она без блеска это отражается осветитель даже два отражаются осветителя и вот эта ткань с блеском у нас в прошлом году ее было очень много мы ее все сшили вот такая вот курточная ткань с блеском красота на верхнюю одежду это наверное мне в подарочек положили молнии не падать потому что я не заказывала вот тракторные молнии три штуки так в следующий раз я подумала записывать ли видео это же сейчас надо все сложить обратно куча просто куча огромная ну что вроде бы я вам все показала все ткани так ничего же не осталось вроде нет на самом деле еще две посылки я уезла сегодня на работу девочки уже шивет из этих тканей это два вида стежки точнее стежка один вид два цвета но это не курточная стежка как бы где курточная ткань пристегана с утеплителем какая-то костюмная стежка ну я не знаю как ее назвать в общем она не из курточной ткани а из какой-то костюмной ткани с чем-то там тоже пристегана так это тоненькая тоненькая и из нее будет бомбер классный бомбер с роковым реглан женские такой глубокой проймой удлинен такой объемный в общем ну в голове у меня пока еще картинка есть я надеюсь что получится нормально и увезла что пике пике двухнитка знать есть такие футболки полость ткани из трикотажа из трикотажа пике есть двухнитка пике есть даже пике с начесом такая плотная хорошая опять плотная хорошая ткань хочу сказать трикотаж видите когда долго ничего не записываешь и ничего не шьешь все забывается я надеюсь что в это видео досмотрели до конца и специально для тех кто до конца я дарю скидку на наши выкройки на выкройки сайта елена пленкина точка ру промокод в тексте прописывать специально не буду давайте что придумаем промокод давайте распаковка он будет давать вам скидку 50 процентов три дня три дня вы сможете купить выкройки со скидкой 50 процентов на нашем сайте все я вас люблю я вас всех целую буду стараться записывать видео давайте прям пишите мне строчите в комментариях если вы соскучились по моим видео то я буду записывать больше хотя бы распаковки хотя бы какие-то обзоры готовых уже изделий которые вот выкройки планируется выйти если вам это интересно то мы постараемся с девочками выделять время и делать такие видео всех люблю всех целую всем пока пока щала вам ткань и показать которые только что мы с вами рассматривали в кадре рубаха костюм подкладка такая вот клетка пальтовая рубашечная не знаю как правильно начесик господи а до туда как добраться я считаю типа мех пары не до них я считаю и джинсово ткань которая у меня вопросы вызывает вы представляете а нифига не видно никакие карточки а хотя чуть чуть камера не особо передает как будто знаете такая чуть-чуть закатанная чуть 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 или это норма вот это вот на самом деле все выглядит как карточки маленькие-маленькие крошечные такие нитки нитки а в кадре ну в кадре вообще красота все ушла всех обняла всем пока пока а а а а а а а а